Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на урок, где я расскажу вам каждое английское время, и вы разберетесь, когда и как его употреблять. В английском языке есть три времени – настоящее, прошедшее и будущее. Также каждое время делится на четыре категории – simple, простое, continuous – длительное, perfect – завершенное и perfect continuous – завершенно-длительное. Три умножаем на четыре – получаем двенадцать разных времен активного залога в английском языке. Давайте посмотрим по названиям. Мы будем с вами обсуждать все. Давайте мы с вами начнем с present simple. Чтобы образовать present simple, вам нужно использовать предмет, a subject, плюс глагол, a verb – глагол в первой форме. Давайте посмотрим на примеры. Давайте мы с вами уделим внимание также тому, что kathy works – глагол имеет окончание s. Давайте рассмотрим следующую структуру. Если действие выполняет я, ты, мы, вы, они, I, you, we, you, they, то мы к глаголу не ставим окончание s. Если действие выполняет he, she, либо it, тогда к глаголу прибавляется окончание s. Если мы посмотрим на наш пример, kathy works, kathy – это девочка, то есть she, поэтому к глаголу обязательно нужно ставить окончание s. Запомните, мы используем present simple – регулярное действие, когда мы говорим про рутину, действие, которое мы выполняем повторно, либо регулярно. По-другому можно сказать «это наша привычка», наше обычное поведение изо дня в день. I drink coffee every day, я пью кофе каждый день, это моя привычка. Kathy works as a teacher – это факт, факт, который в её жизни постоянен. Запомните, что facts, habits, routines обычно используются во времени present simple. Давайте посмотрим на другие примеры. Давайте мы теперь с вами посмотрим на факты. You sing very well – это факт твоей жизни. Water boils at a hundred degrees Celsius – это факт. Вода закипает при температуре 100 градусов по Цельсию. Хочу заметить, что факты могут быть о людях, а также о природных условиях. Факты могут быть о чём угодно. Следующее время, которое мы с вами рассмотрим, это present continuous. Чтобы образовать present continuous, нужно использовать предмет, a subject, плюс глагол to be в его первой форме, то есть am, is, либо are, плюс глагол с инговым окончанием. Итак, мы говорим I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. К примеру, I am drinking coffee right now. Мы используем данное время и данную конструкцию, когда мы говорим о действии, которое происходит в момент речи, то есть прямо сейчас, прямо в данный момент. Разница этого времени с предыдущим в том, что действие, которое происходило тогда, это была моя привычка, либо регулярное действие, моя рутина. Здесь же я не говорю о рутине, здесь я говорю о действии, которое происходит прямо в момент речи. Посмотрим еще на два выражения. Давайте мы с вами перейдем к времени past simple, потому что его изучить будет немножечко легче. После изучения present simple and present continuous. Чтобы образовать past simple, нужно использовать a subject, предмет, и глагол во второй форме, если глагол неправильный, либо глагол с окончанием ed, если глагол правильный. Это время используется, когда мы говорим о действии, которое произошло в прошлом и более не происходит. К примеру. В прошлую субботу я играл в футбол с моими друзьями. Посмотрите, пожалуйста, что оба выражения ярко показывают, как образуется прошедшее время. В первом варианте мы прибавили окончание ed, во втором варианте мы использовали вторую форму от глагола give. Give, gave, given. По-английски неправильные глаголы называются irregular verbs. Давайте посмотрим на некоторые из них. Вы учите обычно табличку с неправильными глаголами, и вы видите три их формы. Давайте приведем еще больше примеров на past simple. Давайте мы теперь с вами поговорим про past continuous. Давайте мы с вами посмотрим, например, чтобы вам было сразу наглядно понятно. Давайте мы с вами посмотрим на временную линию. Вы видите now, настоящее время, future, в будущем, будущее у нас не закончено, поэтому показываем его стрелочкой, и past, прошедшее время. Ну, прошедшее время тоже уходит в непонятное прошедшее время, мы не знаем, когда у нас появилась земля, поэтому все, что было в прошлом, мы тоже показываем стрелочкой. Действие, которое происходило в прошлом, I was having dinner, действие длилось, я был вот в этом действии, в этом промежутке, когда что-то случилось. В данном случае дверной звонок прозвенел. Вот в этом крестике, в этом моменте я положил свои приборы, встал и пошел открывать дверь. То есть это случилось посередине того, как я трапезничал, то есть принимал пищу. Past continuous – это действие, которое имело какой-то промежуток в прошлом. Не обязательно у него есть какое-то определенное начало, либо определенный конец. Мы знаем, что это был промежуток, и вот в этот промежуток могли происходить другие действия. Чтобы образовать past continuous, нам нужно использовать глагол to be во второй форме, а это was, либо were, плюс прибавить глагол с инговым окончанием. Как же узнать, когда у нас используется was, когда используется were? В данном случае нам придется запомнить табличку. I, he, she, it was, you, we, they were. Кстати, действие, которое прервало длительное действие в прошлом, чаще всего стоит во времени past simple, и тогда мы используем глагол во второй форме, либо глагол с окончанием – иди. Давайте мы с вами посмотрим на еще одно предложение. Итак, был процесс действия в прошлом, дождь шел, дождь идти кратко не может, то есть понятно, что это длительность. Priya left, открыла дверь, перешагнула, закрыла, это краткое действие, то есть это past simple. Еще одно предложение. Свет отключился, свет вырубился, свет погас, когда дети играли. Итак, дети играли в прошлом, долго, свет выключился кратко, поэтому мы используем со словом свет выключился вторую форму глагола. Кстати, хочу заметить, что и длительное действие, и однократное действие могут стоять в любой части предложения, хоть в первой, хоть во второй, хоть в третьей, если такая имеется. Также однократное действие произошло в какой-то промежуток в прошлом. И этот промежуток в прошлом, пока мы ждали. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами взяли уже 4 времени, давайте перед тем, как мы перейдем к следующим временам, мы повторим с вами времена, которые мы уже прошли. Первое время, которое мы с вами взяли, это present simple, настоящее простое время, I drink coffee every morning. Если мы посмотрим на временную линию, то мы увидим, что это действие повторяется, оно повторяется каждое утро, и здесь мы с вами говорим о рутине, о привычке. Present continuous, I am drinking coffee right now, говорит о действии, которое происходит прямо сейчас, в момент речи. Давайте посмотрим на past simple, В данном случае мы говорим об однократном действии в прошлом, кофе выпито, действие не повторяется, все это действие было в прошлом. Ну и четвертое время, которое мы с вами брали, это past continuous. В данном случае мы видим два действия, я пил кофе, мой босс позвонил, я пил кофе, это длительное действие в прошлом, которое было прервано другим однократным действием в прошлом. Действие, которое длилось, и по логике мы понимаем, что оно длилось, я пил кофе, I was drinking coffee, мы используем конструкцию past continuous, мой босс позвонил, это однократное законченное действие в прошлом, это у нас past simple. Ну что ж, давайте мы с вами теперь поговорим про present perfect. Чтобы образовать present perfect, нам нужно использовать a subject, то есть предмет, плюс глагол have либо has, и плюс глагол в третьей форме, либо если глагол правильный, то мы будем использовать глагол с окончанием иди. Как же узнать, когда мы используем have либо has? Если у нас действие выполняет I, we, you, they, тогда мы используем глагол have. Если действие выполняет he, she, либо it, тогда мы используем глагол has. Давайте посмотрим на примеры. I have taught English to many students. Ashley has visited France four times. We have seen two movies this week. Present perfect у нас используется в двух случаях. Случай первый, когда мы говорим про опыт. У нас был какой-то опыт в прошлом. Первое предложение говорит о моем опыте в преподавании, в карьере как преподавателя. Как вы видите, я все еще учитель, поэтому про весь тот опыт, который я рассказываю, он у нас был в прошлом, до этого момента, он и сейчас продолжается и будет продолжаться. То есть это незаконченное время. Во втором предложении Ashley has visited France for four times говорит про ее life experience, то есть опыт в ее жизни. Эшли у нас еще не умерла. Вероятно, она еще поедет во Францию, но в своей жизни у нее был опыт посещения Франции аж четыре раза. В третьем предложении мы видим, что действие произошло на этой неделе. Может быть сегодня четверг или пятница, неделя не закончилась, поэтому будет еще продолжение, а это значит, что мы говорим о действии, которое происходило на этой неделе, и может быть еще будет происходить. Чтобы четче разобраться между present perfect и past simple, давайте посмотрим на следующее предложение. Я преподавал многим студентам, когда я был учителем. Когда я был учителем, говорит о том, что действие происходило в прошлом и более не происходит. Это значит, что у меня была карьера учителя, но потом я закончила и стала поваром, к примеру. То есть в течение того времени, когда я была учителем, я обучила многих студентов. Вот здесь мы ярко видим, что действие происходило и закончилось. Значит, мы используем past simple, в данном случае вторую форму глагола. I taught. Ashley visited France in 2015. 2015 год, когда Эшли посетила своих друзей, уже прошел. Значит, мы говорим о действии, которое происходило в тот год, и значит, это действие закончилось. Поэтому мы употребляем past simple. Visited. We saw two movies last week. Last week, прошедшая неделя, прошлая неделя, уже прошла. То есть, когда мы сравниваем эта неделя, мы говорим о настоящем времени. Когда мы говорим выражение last week, мы говорим о прошлой неделе, значит, это прошедшее время. Получается, эта минута – настоящее время. Прошлая минута – прошедшее время. Это тысячелетие – настоящее. Прошлое тысячелетие – прошедшее. Поэтому, когда мы говорим о present perfect, мы говорим о опыте, about experience, который еще не закончился. Этот опыт еще продолжается. Второй момент, когда используется present perfect, когда мы говорим о недавних действиях, которые завершились. Давайте посмотрим, например, I have finished my homework. В данном случае мы видим, что я закончила мою домашнюю работу. Я завершила действие. Но мы не знаем, когда это действие завершилось. Оно могло произойти 3 часа назад, оно могло произойти 5 минут назад. В данном случае это не важно. А то, что важно, это то, что действие завершилось. Артур потерял очки. Когда потерял? Не знаем. Но в данном случае это и не важно. Потому что то, что важно, то, что очков нет. He has lost the glasses. Давайте посмотрим на еще одно предложение. Точное время, когда произошел этот арест, не важен. Самое главное и самое интересное для нас это то, что это произошло и то, что есть результат ареста, есть тот факт. Теперь давайте мы с вами сравним снова время past simple и present perfect и увидим ту разницу. Самая главная разница между двумя временами это то, что в одном из них есть конкретное время, а в другом время не упоминается. Получается, как только мы хотим упомянуть специфическое время, мы должны использовать время past simple. Конкретное время. Конкретное время. На вечеринке. Вечеринка закончилась, значит время законченное. Мы сразу видим, что слово last night показывает прошедшее время, потому что это было прошлой ночью. Ну что ж, дорогие друзья, давайте подведем итог. Мы используем present perfect, когда мы говорим про наш опыт, либо о действиях, о событиях, которые произошли недавно. И сейчас мы с вами плавно переходим ко времени present perfect continuous. Present perfect continuous образуется при помощи a subject, то есть существительное, плюс have, либо, has, been, и плюс глагол с инговым окончанием. Давайте посмотрим, например. I have been waiting to see the doctor for two hours. Итак, давайте мы посмотрим, когда же используется время present perfect continuous. Итак, я жду доктора уже два часа. То есть, к примеру, где-то примерно в пять часов вечера я пришла в поликлинику, села на стул ожидания и начала ждать. Вот прошло два часа, то есть протикало семь часов, я все еще на стуле и все еще жду. И я хочу указать, что вот уже на протяжении двух часов я жду доктора, но я все еще жду, значит, действие не закончилось. Действие все еще продолжается. Есть два варианта, как я могла построить это предложение. I have been waiting for the doctor for two hours, либо I have been waiting for the doctor since five o'clock. Разницы в значении никакой. Грамматическая конструкция, естественно, такая же, это Present Perfect Continuous, но вот тот промежуток времени, который я жду, можно обозначить по-разному. То есть, в первом варианте я говорю, какое количество времени я жду, то есть два часа. Во втором варианте я говорю, с какого момента я жду, и мой слушатель, либо читатель, может сам посчитать то количество часов, которые я жду. Получается, что оба варианта, в принципе, показывают, что я жду уже два часа. Давайте мы с вами посмотрим на подобное предложение. He has been playing tennis since he was a child, либо he has been playing tennis for twenty years. Ah, yes, she has been learning English for eight months. Yeah, since last October. Она учит английский вот уже восемь месяцев. Да, с прошлого октября. We have been living in town for a long time. Since 1980. It has been raining all morning. Or, или, It has been raining since four a.m. Кстати, если вы используете выражение all morning, all evening, all day, тогда вы не говорите предлог for. Ну что ж, теперь мы с вами поговорим про время past perfect. Но перед тем, как мы с вами перейдем к предпрошедшему времени, я хочу, чтобы вы посмотрели на следующее предложение. When we got to the theater, the movie started. В данном предложении используется в обоих вариантах past simple. Почему? Давайте посмотрим на временной отрезок. Мы приехали в кинотеатр, и фильм начался. Получается, фильм начался, ну, где-то через минуту, через две, как только мы сели в кресло. Давайте посмотрим на следующее предложение, где уже используется past perfect. When we got to the theater, the movie had started. В данном случае, если мы посмотрим на временной отрезок, мы видим, что фильм начался раньше, чем мы сели в кресло. Past perfect у нас используется, если какое-то действие произошло до какого-то действия в прошлом, и нам важно сказать нашему слушателю, собеседнику, читателю, что вот это действие произошло до какого-то действия в прошлом. Давайте посмотрим, как у нас образуется past perfect. Чтобы образовать past perfect, нужно сначала поставить предмет, a subject плюс глагол had плюс глагол в past participle, либо по-другому это называется третья форма глагола. Past perfect нужен для того, чтобы показать, что из двух действий в прошлом, обязательно там должны быть два действия, одно из них произошло раньше, чем другое, и нам нужно четко это показать. Давайте мы с вами посмотрим на еще одно предложение. I was sick because I had eaten much the previous night. Здесь мы с вами четко видим два действия. I was sick, я заболел, мне было плохо. Had eaten, я покушал. Too much, то есть я переел. The previous night. То есть ночь, которая предшествовала тому времени, когда я was sick, когда мне стало плохо. В данном случае я хочу показать, что я поел сначала, и я поел в предыдущую ночь, и потом мне стало плохо. Чтобы правильно определить, в какой же части past simple, в какой же части past perfect, нужно посмотреть на предложение и логически подумать, что произошло раньше. Конечно же, сначала я поел, а потом мне из-за этого стало плохо. Кстати, давайте мы с вами посмотрим на следующее предложение, где мы увидим два разных предложения. Но мы можем использовать past perfect в зависимости от другого, отдельного предложения. Если мы с вами переведем предложение, мы увидим. Девушка выглядит мне очень знакомой. Я где-то ранее ее видел. Если мы посмотрим на предложение, то мы по логике поймем, что сначала я ее где-то видел, значит, я вижу ее еще раз, и она мне кажется знакомой. Почему? Потому что я ее видел ранее. В данном случае мы видим, что Джоэл побежал в офис, но его босс, женщина, его босс уже ушла. В данном случае сначала босс ушла, а уже только потом приехал Джоэл и увидел, что офис пустой. Ну что ж, время past perfect – это несложная тема. В данном случае, когда вы употребляете past perfect, вам нужно четко понимать, что вы его употребляете для того, чтобы указать, что действие произошло ранее другого действия в прошлом. Хочу заметить, что past perfect должен употребляться с другим прошедшим временем. В одном предложении не может быть одна часть past perfect, а другая часть present simple либо present perfect. Past perfect – это время, которое употребляется до какого-то другого действия в прошлом. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами перейдем ко времени past perfect continuous. Хоть название и пугающее, past perfect continuous, оно не намного сложнее, чем past perfect. В данном случае действие, которое происходило до какого-то действия в прошлом является процессом. То есть, если произошло какое-то действие в прошлом, то предыдущее действие имело в себе какой-то промежуток. Давайте посмотрим, например. В данном случае мы видим, что мы говорим о действии, которое произошло в прошлом. I felt tired. Может быть, это было вчера, позавчера. Не обязательно это уточнять. Мы просто говорим, что действие произошло. По конструкции я уже понимаю I felt – значит, действие прошло. Но также мы уточняем, почему я чувствовал себя усталым. И в данном случае мы говорим I had been driving. И мы этим самым показываем, что действие произошло до того, как я устал. И что действие происходило весь день. Чтобы образовать данное время, нужно использовать a subject – предмет, плюс had been, плюс глагол с инговым окончанием. Еще одно предложение. She had been waiting for two hours when the doctor finally arrived. Помните ту историю с девушкой, которая вот уже как два часа ждала доктора на стуле и все еще продолжала ждать? Вот в данном случае, когда мы используем past perfect continuous, мы видим, что время ожидания закончилось. Но действие длилось. Действие длилось два часа. Доктор приехал, действие закончилось, ну и там начались какие-то другие действия. Мы с вами говорим эту историю в прошлом, поэтому доктор приехал в прошлом, а ждала я еще раньше, чем приехал доктор. Еще одно предложение. Земля была мокрой, потому что шел дождь до этого. Дождь шел еще до того, как я вышла на улицу и увидела, что земля была мокрой, и я поняла, что до этого был процесс дождя. Когда он ушел в отставку, ушел с работы на этой фабрике, он на ней проработал 12 лет. То есть мы видим, что он работал 12 лет, но как только пришел тот момент, как он ушел с работы, действие закончилось. Но мы все еще видим промежуток, 12 лет достаточно большой промежуток, который есть в его жизни, который был и продолжался вот до той конечной точки, когда он ушел с работы. Еще раз хочу заметить, что оба предложения являются прошедшими. Одно из них является past simple, прошедшее простое, но действие, которое продолжалось до этого действия и имело процесс в прошлом, вот это действие будет называться past perfect continuous. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами взяли еще 4 времени, давайте мы с вами их сравним. Present perfect, I have washed the dishes, показывает нам, что есть результат действия, посуда помыта, я помыла посуду, но не показывает конкретное время, просто показывает результат действия. I have been washing dishes for an hour, это у нас present perfect continuous, который говорит о действии, которое началось в прошлом, но еще не закончилось. When I left for work, I had washed the dishes. Это у нас past perfect, где мы видим вариант had washed предшествует действию left for work. Да, сначала помыл посуду, а потом ушел на работу. When the phone rang, I had been washing the dishes for half an hour. Когда телефон зазвонил, я вот уже как полчаса мыл посуду. Здесь мы ярко видим, что действие происходило до того, как зазвонил телефон, включая момент, когда начал звонить телефон. Вот до того, как телефон позвонил, вот до той отправной точки, мы даже знаем, сколько проходило действия. Полчаса. Потом я снял перчатки, взял телефон, и началось уже совсем другое действие. Итак, мы здесь ярко видим предшествие, и это предшествие длилось, то есть был промежуток времени. Давайте мы с вами теперь перейдем на время будущее, и начнем мы с future simple. Здесь хочу отметить, что у нас будущее время показывает не только конструкция future simple, но есть еще другие варианты, как рассказать. Я буду это делать в будущем. Давайте мы с вами начнем с конструкции going to, которая используется, если мы хотим сказать о будущем намерения, либо плане. Как образуется данная конструкция? Мы с вами используем глагол to be, is, am, are, дальше мы ставим going to, и после него мы ставим инфинитивную форму глагола, то есть базовую ее форму. К примеру, we are going to buy a car. Мы собираемся купить машину. Это значит, что у нас есть намерение и даже в планах купить машину. I am going to exercise regularly. Я собираюсь начать заниматься зарядкой, либо спортом регулярно. Итак, я собираюсь это сделать, значит, у меня есть intentions, то есть намерение делать что-то в будущем. Рауль собирается взять отпуск от работы. Здесь мы также видим намерение Рауля. А что если у нас не просто намерение, не просто в планах сделать что-то, а именно договоренность, то, что мы уже точно будем делать в будущем. Вот такое сильное намерение, либо договоренность, будет использовать present continuous. Хочу заметить, что использование present continuous будет звучать намного убежденнее, чем использование конструкции going to. Напомню, что present continuous образуется при помощи существительного a subject плюс глагол to be из m, либо are и плюс глагол с нгом окончанием. Я буду обедать с моими родителями в субботу. Это значит, что договоренность уже есть, план уже есть, и ты точно будешь там обедать. В данном случае we are flying конструкция обозначает, что у нас не только есть план, но у нас, скорее всего, уже есть и билеты, и назначено время посадки в самолет, у нас уже это организовано. Давайте послушаем еще раз. John is giving a presentation to the board of directors on the 10th. On the 10th, 10-го числа, John будет давать презентацию. И это уже утверждено. Скорее всего, все, кто должен посетить данную презентацию, уже получили оповещение, имейлы о том, что нужно прийти на эту презентацию. Это не просто намерение Джона прийти на эту конференцию. Он там будет выступать, и он точно знает, когда и где он будет. Для этого мы используем время present continuous, и present continuous в данном случае обозначает будущее время. Чтобы вам более было понятно, давайте мы с вами сравним две конструкции going to и время present continuous. Давайте посмотрим на первое предложение. Это план? Да, это план. План в будущем? Да, в будущем. Знаем ли мы, когда произойдет это действие? Нет, мы не знаем. У нас просто есть намерение, у нас есть план посетить дантиста, зубного врача, на следующей неделе. У нас есть это намерение, но еще ничего не подтверждено. Ни дата, ни место. I'm seeing the dentist tomorrow afternoon. Вот здесь мы использовали present continuous. Я завтра встречаюсь с дантистом в полдень. Здесь мы знаем, когда будет происходить действие. Скорее всего, мы уже договорились с дантистом, я уже записан на определенное время, и завтра я иду к дантисту. Здесь есть договоренность. Еще один пример. Мы собираемся пожениться в этом году. Да, намерение есть. Скорее всего, родственники знают. Но есть ли назначенная дата? Нет. Пока у жениха и невесты это только в планах. Мы женимся 21 апреля. Когда дата есть, это не просто план, это уже событие, которое будет происходить в конкретную дату. Ну что ж, давайте мы теперь с вами поговорим про future simple, само future simple и конструкцию will. В данном случае, чтобы образовать future simple, нужно взять a subject, существительное, поставить к нему слово will, оно не изменяется, ну и дальше поставить основной глагол. Итак, мы используем future simple в трех вариантах. Мы используем future simple, когда мы говорим о каком-то обещании, о каком-то предложении, либо о решении в будущем. Давайте с вами посмотрим на предложение. К примеру, В ресторане официант вас спрашивает В данном случае мы здесь видим моментальное решение. Ты ничего не планировал за две недели, ничего для этого не покупал, не делал, ни с кем не договаривался. Это моментальное решение, которое ты принимаешь. Кто-то вам говорит И вы отвечаете Вы только что сами решили взять трубку телефона и говорите, что у вас вот-вот произойдет это действие. Давайте мы с вами теперь посмотрим на примеры, где слово will используется, когда мы делаем какое-то предложение. Итак, я предлагаю тебе помощь Мы с вами опять-таки ни с кем не договаривались, планов у нас не было на будущее. Это мгновенное предложение. Давайте посмотрим на еще одно предложение. Здесь у нас также идет момент предложения помощи. Давайте мы с вами посмотрим на will, где мы с вами обещаем что-то. Ну что ж, как оказалось, Future Simple у нас покрыло достаточно объемный материал. Давайте мы с вами сделаем небольшой обзор того, что мы выучили по Future Simple. Итак, мы начали с конструкции We are going to buy a car. Мы собираемся купить машину. Это наше намерение, план, но у нас нет конкретной даты, когда мы ее покупаем. I'm having lunch with my parents on Saturday. В субботу я обедаю с родителями. В данном случае у нас уже есть четкое намерение, четкий план, четкая договоренность. Далее мы с вами говорили про will, и мы с вами сделали три уточнения, когда мы используем слово will. Если у нас есть an instant decision, то есть мгновенное решение. I will have the burger and fries combo, please. Да, я буду комбо, бургер с жареной картошкой. I will help you with those files. Мы тоже используем will, потому что мы предлагаем нашу помощь, то есть мы делаем предложение. Will you lend me two hundred dollars? I will pay you back next week. В данном случае мы обещаем. Ну, что ж, дорогие друзья, мы с вами теперь переходим к future continuous tense. Будущее длительное. Мы образуем future continuous при помощи существительного a subject плюс will be плюс глагол с инговым окончанием. К примеру, at eleven a.m. tomorrow I will be driving to Portland. Давайте посмотрим на временной отрезок. К примеру, завтра в девять часов утра я начну свою поездку, поездка будет длиться достаточно большое количество времени, и в точке 11 a.m. я буду в процессе движения. В данном случае вам нужно запомнить, что future continuous обозначает действие, которое будет длиться в будущем. Оно будет в процессе. Do you want to come with us to the movies on Saturday evening? И вы отвечаете I can't. I will be working till late. В данном случае вы говорите о том, что вот в тот промежуток времени, и не когда ваши друзья будут в кино или должны идти в кино, у вас будет достаточно длинный процесс действия. Вы будете работать. То есть, весь этот промежуток, когда будет идти фильм, вы будете в офисе отвечать на телефонные звонки, делать задания, и вы будете в процессе действия. Сейчас я вам рассказала, когда употребляется future continuous, то есть, главные моменты его употребления. Кстати, у future continuous есть еще одно значение, которое очень похоже на значение present continuous. Если мы говорим о событии, которое четко запланировано, или мы говорим о рутине, которая происходит часто. Давайте мы с вами посмотрим, например, Я остановлюсь в отеле Hilton в Портленде. Это предложение имеет то же самое значение и тот же самый перевод, как Или В данном случае все три предложения правильные и имеют одно и то же значение. Я остановлюсь. Давайте мы с вами сейчас посмотрим еще на один пример, который говорит о действии, которое будет в будущем, хотя особый процесс здесь не показывает. Если ваш коллега вам говорит Я иду сейчас в кафе. Хочешь, я тебе что-нибудь принесу? Thanks, but don't bother. I will be going there in a little while myself. Ха! Интересная конструкция. Почему не I am going there? Или I am going to go there? Или I will go there? В данном случае для этого человека, который сам пойдет в кафе и сам что-нибудь себе возьмет без помощи, для этого человека это рутина. Он сам часто туда ходит и он туда пойдет. Но также не ошибкой сказать I am going there in a little while. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами поговорили про future continuous. Сейчас мы с вами будем разбирать два последних времени. это future perfect и future perfect continuous. И мы будем разбирать их вместе. Давайте мы с вами посмотрим на картинку. Это James. Он решил сэкономить денег. Как он решил это сделать? Он будет откладывать по 100 долларов в месяц. Давайте представим, что сейчас январь. Через 6 месяцев будет август и к августу Aaron уже сэкономит 600 долларов. В данном случае в предложении in August Aaron will have saved 600 dollars. Конструкция will have saved показывает нам результат в будущем. Мы видим в будущем слово will have saved мы видим результат. Получается, что на протяжении всех этих 6 месяцев Aaron будет откладывать по 100 долларов, но в предложении мы это не видим, нам это не важно, нам важен результат, который будет виден к августу. Получится в будущем к августу will у нас будет результат have saved и знаем сколько 600 dollars. В данном случае Future Perfect говорит о действии, которое произойдет в будущем и показывает результат действий, которые происходили до вот этой точки в будущем. Мы должны сами определить эту точку, как мы определили в предложении in August и просто посмотреть назад. Вот к этому времени было сделано действие. Как образуется данное время? Нам нужно поставить a subject, то есть предмет, плюс will плюс have и глагол в третьей форме. По-другому он называется past participle. Если глагол правильный, то мы просто прибавляем окончание ed. Давайте теперь посмотрим на present perfect continuous. Если мы с вами передвинем наш фокус не на деньги, а на время, сколько же проходит уже это действие? Если мы с вами передвинем наш фокус с денег на время и посмотрим к августу сколько же времени будет Аарон копить деньги? Данное предложение нам показывает, что к той точке, которую мы определили, к августу, его процесс накопления денег подойдет к шести месяцам. В данном случае процесс еще не закончился, но мы знаем, что к августу и мы определим эту отправную точку, у нас будет уже какой-то результат действия, который будет еще продолжаться. То есть в данном случае вам нужно посмотреть на три аспекта. Аспект первый. Действие будет в будущем, в августе, к августу. Слово will. Дальше. Have been нам показывают, что вот он результат. Это были шесть месяцев, и мы знаем этот результат. но saving, инговое окончание, показывает нам, что действие не завершилось и оно еще будет продолжаться. Очень интересное, достаточно сложное время. Чтобы образовать future perfect continuous tense, нам нужно использовать a subject, то есть предмет, плюс will, плюс have been и плюс глагол с инговым окончанием. Давайте приведем еще один пример. К примеру, я и моя подружка решили покрасить дом, покрасить комнату. Ну, если мы начнем с утра, то к пяти вечера мы ее уже покрасим, ну, и в шесть вечера пойдем гулять. Смотрим на предложение. То есть наше предположение, что к пяти часам мы уже ее покрасим в будущем и в будущем пим-пим мы смотрим назад и мы видим результат, что комната уже покрашена. Также мы можем сказать Давайте мы теперь из этого предложения сделаем future perfect continuous. Это значит, что нам нужно теперь обратить внимание на время. Сколько же времени мы будем красить комнату к пяти вечера? Сколько это будет часов? Пять часов? Десять часов? Двенадцать часов? Сколько времени мы уже будем красить эту комнату, если на часах протикает five o'clock? By five p.m. we will have been painting the living room for ten hours. Ага, к пяти часам вечера мы будем красить наш зал уже десять часов. Это значит, что скорее всего мы еще не закончим его красить. Но вот пять часов протикает и вот к тому времени представь себе наше действие покраски будет десять часов. Данная конструкция will have been плюс глагол сингом кончанием достаточно сложная и нечасто употребляемая в разговорной речи. Наверное, немножечко чаще вы найдете данные последние времена фьючер в письменной форме может быть в экзамене или в тестах. Так как время есть, значит, нужно его знать. Особенно для тех, кто хочет стать учителями английского языка. Дорогие мои ученики, если вы хотите не просто знать времена в теории, если вы хотите говорить в вашей повседневной жизни, правильно используя времена, тогда я посоветую вам мой курс по временам английского языка. Данный курс состоит из 50 видео тренингов, а это значит, у вас будет более 50 часов обучения. Данный видео тренинг позволяет вам натренировать времена так, что вы другим сможете рассказать, когда и как используется определенное время, вы сможете перепрыгивать с одного времени на другое в вашей повседневной жизни. Задача, которую я поставила в данном курсе, это научить ученика использовать времена самостоятельно. Все, что вы не натренируете, будет исходить от вас. Вы будете составлять предложения, вы будете перепрыгивать с одного времени на другое, правильно составляя грамматическую конструкцию, вы будете составлять рассказы, диалоги, вы будете говорить, используя разные времена. Мы с вами пройдем все времена досконально. Я покажу вам, как правильно их строить, какие нюансы бывают, какие исключения там есть, и все это мы с вами оттренируем в речи. Я буду задавать вам вопросы, вы будете реагировать на мои вопросы, потом вы сами будете задавать мне вопросы. Таким образом вы научитесь правильно различать времена, вы научитесь перепрыгивать с одной конструкции на другой, и она вам не будет казаться сложной, вы будете разбираться в английских временах точно так же, как вы разбираетесь в русских. Данный курс подойдет как и школьнику, который сможет легко сдать экзамен, так и девушке, которая хочет правильно общаться со своим молодым человеком, так и бизнесмену, который должен знать разные времена введя бизнес. Данный курс находится у меня на сайте englishvedrina.com После приобретения курса он приходит вам автоматически на ваш имейл и остается вам навсегда. Доступ вы к нему не теряете. Вы также сможете просматривать курс независимо от интернета у бассейна, в самолете, дома, в кровати. Вы также можете перематывать видео, повторять пройденный материал. А еще что здорово, что никуда ехать не нужно, можно сказать английский у вас в кармане. Курс по временам это один из моих самых эффективных курсов. Для того, чтобы быстро изучить разные времена, набрать новую лексику и больше никогда не запинаться и не закатывать глаза при говорении с иностранцем. Вы будете знать, когда и как, какое время употреблять. Ссылочку на мой сайт я оставлю под этим видео. По любому вопросу пишите мне личные сообщения в инстаграме либо личный имейл на почту. Меня зовут Ирина Мавсисян. Thank you very much for watching. Bye!